Там есть место Таня, Татьяна и Максимовна. Что здесь место на самом деле? Добрый вечер. Рады вас сегодня витать. Вельми приемно, что вас так шмат. Меня зовут Наста Лойко. Я представляю волонтерскую службу Пробороншего центра «Весна». И мы распачали невеличкую серую Публичных лекций Па розных правоборонших темах. И до этого вельми шмат причин. И причины в тем, что Ёсць паўная цікаваць Даправаў чалавека пошнім часам С улікам некаторых падзеў Не толькі. И нам вельми шмат задаюць конкретных пытаніў часто. И ось тема, за якому вырышылі пачаць сёння, И она якраз звязана с Актуальными выкликами для Беларусі, Які нажалі ктуальні ўжы шмат гадоў І які Часам тендэнцы меняюцца, Часам не меняюцца. И Менавіта, вот на сёняшній дзень Мы кожны дзень напаўна отрымваме пытаніў А чаму вы не признаеці, кавоць ці палітвязняў? А чаму вы кавоць ці признаеці палітвязняў? А ці трэба кавоць ці признаваць палітвязням? А што па выніку за гэта бывае? А чаму людзі так мкнуцца отрымаць гэта статус? І хто гэта вызначае? Па яких падыходах? І дзя того, каб кожны раз не адказываць на гэта пытані, Мы вырышыля адзін раз правесці паблічну лекцію, Пэрчым сёня хачу папярэдзіць, У нас гэта лекція адбываецца с онлайн-трансляціі, Тобок запіс будзе аддасяжны і пасля самой лекціі, І будзе макчымасць, Уменюю моих калегаў, Скидываць просто с пасылку, Замес татказа працяглава на гэта пытані. Так што сёня я вас заклікаю Не токі уважля паслухаць Той, што будзе мы казаць, Аль як ту напрямацю делу, Тому што гэта будзе сустрэча, Яка ўжа будзе зафіксавана. І с великай премністю хачу працтавіць Нашава сёняшння основаннава лектора, Ёх завыць Владимир Эворцкі, І ён якраз узначалювал каранцинну групу, Яка распрацовувае керуючы прынцыпы Па вызначэні палітвязняў. Тобак ў я спадзеюся, Што я нам распаведзе І пра саму працэдуру, Яким чынам ў вогалі Распрацовуваліся гэты крытэры. І так сама трошкі прыкладаў Запошніх падзеў я напаўна так сама распаведу. І ў вас будзе макчымаў задаць пытані, Тобак можэте не соромяць, У любым моменту дакланяць Сё, што вас цікавець, Сё, што вам не заразумело. Ось, але я не буду робить долгий уступ І напомню, передаю слово нашему лекторам. Спасибо. Наверное, такое очень громкое слово «лектор». Я не уверен, что это прямо таки лекция, Как в университете. Скорей всего, это представление Определённого подхода, Как работают правозащитники, Почему они так делают, И что именно они делают, Какие цели они преследуют В этой деятельности. Я не случайно написал, Что здесь определение правозащитникам Понятие политический заключённый, Поскольку я вам представляю Именно подход, Разработанный правозащитниками, Который основан на правах человека, Основан на международном праве По правам человека. И именно поэтому он имеет Своё определённое правовое обоснование. Политики в разных странах, Конечно же, оперируют термином Политический заключённый Совершенно по-разному. Если вы попробуете найти логику В употреблении этого термина Политиками, То, наверное, вы запутаетесь, Потому что вы логики Употребления этого термина Политиками не найдёте. Но в нашем подходе Мы лет 5-6 назад Встретились с правозащитниками Из разных стран И увидели, что у нас есть общая проблема. У нас есть люди, Которых преследует власть, Но мы не можем их Чётко определить, Что они... За что они преследуются, Что власть делает это неправильно. У нас нет каких-то критериев, Чёткой позиции, Как объяснить, Почему одного человека Мы признаём политическим заключённым, А другого нет. Поэтому мы решили сделать Международную группу, В которую вошли правозащитники Из России, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Украины, Белоруссии, Польши, Литвы. И такой вот широкой группой Мы решили попробовать Создать определённое руководство, Построить те принципы, На которых бы нам нужно было Построить свою работу, Именно потому, как определять, Кто является политическим заключённым, А кто не является политическим заключённым. Сразу же мы, конечно же, Опирались на опыт Международной амнистии, Которая впервые ввела В оборот это понятие, Вообще, как политический заключённый, Которая, в принципе, Оперирует таким понятием, Как более известным, Как узник совести. Это понятие очень широко, Оно на самом деле очень известно С советских времён. И, конечно же, мы решили Не забирать у международной амнистии Этот термин и оперировать Просто более широким понятием Политический заключённый. Но мы полностью изучили Опыт международной амнистии. Кроме этого, Совет Европы, Такая организация в Европе, Которая объединяет Около 50 государств Европы, К сожалению, Беларусь Не является членом Совета Европы, Но, тем не менее, Эта организация, Она ключевая на континенте В определении стандартов прав человека, Она тоже подошла к вопросу Политических заключённых, И в нескольких резолюциях Совета Европы Существуют некие определённые критерии Определения, Кто является политическими заключёнными. В частности, В прошлом, Когда была проблема Политических заключённых В Азербайджане, То Совет Европы В диалоге с Азербайджаном Именно пользовался Своими критериями, Разработанными По определению Политических заключённых, И это привело К освобождению Несколько десятков политзаключённых. Проблема заключалась в том, Что критерии Совета Европы Оказались очень Нечёткими И довольно узкими. И что привело к тому, Что на сегодняшний день В Азербайджане Находится порядка Семидесяти политических заключённых, Но которые Фактически Не признаются Азербайджаном Как политические заключённые, А Совет Европы Со своей стороны Не может доказать, Что они являются Политическими заключёнными. То есть мы столкнулись С проблемой, Что даже тот подход Совета Европы, Который есть, Он не в полной мере Соответствует Тем требованиям жизни, Которые Выдвигает жизнь у нас. Если мы посмотрели На опыт Беларуси, Украины, То оказалось, Что этот опыт Совета Европы Он На самом деле Он тоже узкий И нам не совсем подходит. Поэтому мы решили Взять опыт, Который есть В Совете Европы, Определения, Которые были В Международной амнистии И разработали руководство, Которое По своему содержанию Оно гораздо шире Тех принципов, Которые Использует Международная амнистия, Либо Международная Организация Совет Европы. Наш подход Базируется на том, Что В первую очередь Мы рассматриваем Вопросы Лишения свободы. То есть мы не говорим О всех видах Политических преследований, Которые Существуют В различных странах, А именно Говорим О лишении свободы. Это на самом деле Не очень простой вопрос, Что такое Лишение свободы. И в принципе Нам пришлось Очень долго Поработать, Чтобы выработать Какие-то критерии, Что означает Это лишение свободы. Потому что В разных странах Власти ухитряются Совершенно Очень изощренными Способами Преследовать людей. Например, В Китае Десятилетия Содержали Одного из Правозащитников Содержали В заключении Дома. То есть он Просто был И в принципе Это было не на основании Даже решения Какого-то органа Власти. Но он Десять лет Не мог покинуть Территорию Своего дома, Поскольку Там стояла Охрана, Которая ему Не позволяла Покинуть Территорию Своего дома. С точки зрения Международных Стандартов Это тоже Лишение свободы. Мы тоже Анализировали Ситуацию В Беларуси. Например, Является ли Химия, Там принудительный Труд В определенных Случаях Является ли Например, Работа в колонии Поселении И так далее. То есть Есть такие формы Квазис Свободны. Вы как будто Не в колонии Находитесь, Там нет Даже Ограничения. Но вам Запрещено Покидать этот Населенный Пункт. Вы должны Работать на Определенном Предприятии. Это тоже Оказывается Лишение свободы. Но мы Решили, Что Лишение свободы Должно иметь Какой-то Более-менее Длительный Период. Поэтому Мы не Рассматривали, Мы решили, Что как минимум Точно Сто процентно Мы не Рассматриваем Случай лишения Свободы, Которые Менее суток. То есть Если Человек Пребывает Менее суток, То мы уже Сто процентов Не рассматриваем. Дальше Мы смотрим, Это уже Зависит от обстоятельств. Пограничные Случаи Это несколько Суток. То есть В принципе Содержание Без санкций Суда В демократическом Государстве Максимально Допустимо В течение 72 часов. И Для нас Это вот 72 часа И от 24 часов До 72 Часов Это Пограничный Случай, Когда мы Можем При определенных Обстательствах Рассматривать Этот случай Как лишение Свободы. Но После 72 часов Мы можем Точно Говорить, Что Это уже Лишение Свободы. И мы Рассматриваем Таких людей В контексте Политических Заключенных. В данном Руководстве Здесь Критерий Именно Ну Определение Звучит Именно так Что Это содержание Лица В любом Месте Если Оно Не может Его Покинуть В силу Любого Принуждения Либо Подчинения Решения. То есть Главная Суть Наша Например Есть во многих Странах Практика Похищения Людей И Содержание Вот Несколько Суток Содержания Без Какого-либо Документирования Просто людей Содержит Там На каких-то Дачах Санаториях Ну Вообще Даже Не В Следственных Изоляторах Либо Где-то Их просто Содержит В неизвестных Местах Такие Практики Она на самом Деле Очень Распределена Есть такая Практика На постсоветском Пространстве Она Не новая Это тоже Лишение Свободы Поскольку По Международному Праву Если Такие Есть Очень Серьезные Подозрения О том Что это Такая Пропажа Человека Она была Осуществлена Людьми Которые Имеют Отношение К правительству Значит Правительство Имеет Прямую Ответственность За такие Действия Соответственно Можно Говорить о том Что это Лишение Свободы И государство Несет Ответственность За такие Действия Например Такие Случаи Похищения Они Распространены В Чечне Были Такие Случаи Похищения Сейчас Происходят Регулярно В Крыму Когда Человек Пропадает И его Буквально Месяц Два Не могут Вообще Нигде Найти То есть Милиция Говорит У нас Его Нет Все Говорят Что у Нас Его Нет А потом Он Либо Всплывает Либо Возникает Где-то Этот человек Либо Либо Вообще Пропадает Либо Еще Как То есть Но Случай Задержания Этого Человека Он Например Есть На Видео Зафиксирован Где Четко Видно Что Это Работа Определенных Служб Соответственно Кроме Государства Никто Другой Не Может Осуществлять Такие Действия В данной Ситуации Государство Несет Ответственность За такие Действия То есть Еще Очень Важно Такое Приюдиция Что Мы Понимаем Что Мы Рассматриваем Отношения Человек Государства То есть Есть Еще Случай Когда Частные Люди Похищают Каких-то Активистов Мы Такие Случай Не Рассматриваем Но Здесь Важно Смотреть Опять Есть Случай В Латинской Америке Где Частные Частные Вот Эти Корпорации Они С Государством Настолько Переплетены Что В принципе Здесь Идет Речь О Политических Также Преследования В контексте Когда В этом Замешаны Частные Структуры Ну И Например В Украине Такие Случаи Были Во время Последнего Евромайдана Когда Частные Охранные Структуры Они Фактически Похищали Людей И В определенное Время Содержали Их В определенных Местах Под Фактически Руководством Правоохранительных Органов Но Тем не менее Такое Вступление О лишении Свободы Оно Важно Что Мы Говорим О случаях Лишения Свободы Второй Очень важный Момент Который Для нас Нужно Прояснить Это Вопрос Политических Мотивов Этот Вопрос Не всегда Важен Но В большинстве Случаев Он Для нас Важен Нам Нужно Определить И Отделить Все-таки Любые Неправомерные Действия Государства По отношению К обычному Человеку И Именно Политические Преследования Одним из Критериев Являются Политические Мотивы В частности Совет Европы Считает Что В каждом Таком Действии Должны Прослеживаться Четкие Политические Мотивы Более Того Сам Человек Должен Доказать Такие Политические Мотивы Государства Именно В этом Нам Не очень Нравится Подход Совета Европы Когда Человеку Которого Преследовать Нужно Доказывать Каким То Образом Что Государство Именно Имеет Какие То Политические Мотивы Например Если Смотреть На практику Европейского Суда По правам Человека То Нужно Было Доказать Что Суд Получал Какие То Директивы Либо Руководство По тому Как Решать То Или Иное Дело Без Таких Доказательств Совет Европы Отказывался Понимать Что Это Политические Мотивированные Преследования Рассматривал Это Просто Дело Как В контексте Уголовного Права Поэтому Наше Руководство Оно Гораз Немножко Шире Рассматривает Вопрос Политических Мотивов Фактически Сводя Его К тому Что Власть Делает Действия Которые Направлены На удержание Власти Первый Мотив И второе Это На принуждение Кого-то Прекратить Свою Публичную Деятельность То есть Здесь уже есть Достаточно Четкий Критерий Что Человек Которого Преследует Он должен Осуществлять Какую-либо Политическую Деятельность Ну Не обязательно Политическую Деятельность Публичную Деятельность Это может быть Общественная Деятельность Журналистская Деятельность Но она Должна быть Публичной Если он Сидит у себя На хуторе Условно говоря То И Никого Не трогает То в этом Вопросе Гораздо Сложней Усмотреть Политические Мотивы Такого Преследования Но все равно Нам нужно Попробовать Дать Ответ Рассматривать То или иное Дело Почему Это делает Власть Именно С этим Человеком Почему Она Не делает Это С другими Людьми Почему С другими Людьми Она ведет По другому И Когда мы Найдем Этот ответ Тогда Мы можем Говорить О политическим Мотивированном Или Это Например Просто Коррупционный Интерес Или Это Просто Неприязнь Какого-то Чиновника К определенному Человеку То есть На самом деле Эта Подоплека Очень Важна При Рассмотрении Каждого Дела И Определении Этих Политических Мотивов Эти Два Таких Определения Первых Они Очень Важны Потому Что Я их В дальнейшем Буду Использовать И Я Презюмирую Что Они В принципе Для вас Более Мельнее Понятны То есть Мы Даем Политические Мотивы На самом деле Определение Политических Мотивов Достаточно Широко Чтобы Фактически Любую Публичную Деятельность Подвести Под вопрос Политических Мотивов И Еще раз Подчеркну Что Если Мы Обратимся К Совету Европы То Совет Европы Гораздо Консервативнее В этом Понимании И Там Политические Мотивы Нужно Доказывать Именно Фактическими Доказательствами Не Не Какими Такими Умомышлениями Там Какими-то Логическими Заключениями А Должны Быть Доказательства Свидетельства Лиц Документы Которые Четко Доказывают Например Там Что Милиция Действует Пон Направлению Там Против Этого Лица Оно Имеет Там Другие Свои Политические Цели В большинстве Дел Так Доказать Как Требует Совет Европы Политические Мотивы Невозможно Потому Что Например В условиях Беларуси Такие Доказательства Получить Практически Невозможно То есть Конечно Бывают Случаи Такие Совершенно Анекдотические Но Скажем Этих Случаев Не Более 20% Например В Украине За всю Историю Я знаю Три Случаи Когда Были Доказаны Действительно Политические Мотивы Преследования Человека И это Произошло Только Потому Что Были Получены Каким-то Способом Документы Которые Это Подтверждали Например Один Судья Прямо Признал Что Ему Звонили Из Администрации Президента Чтобы Он Так Судил Либо Были Определенные Письма Документы Которые Доказывали Что Нужно Было Закрыть Этого Человека В руководстве Политических Заключенных Которые Разработали Правозащитники На самом деле Есть Две Категории Политических Заключенных Об этом Почему-то Очень мало Вспоминается В публичной Дискуссии В Беларуси Но на самом деле Это очень важный Момент Почему Потому что Это Очень такое Очень серьезное Разделение Разделение На эти две Группы Имеет Под собой Это разные Во-первых Основания Для определения Кто является Кем А во-вторых Совершенно Разные Последствия И Те требования Которые Правозащитники Выдвигают Государство Если мы говорим О первой категории То Например Требования В первой Категории Политических Заключенных Оно Однозначное И как бы Оно Безусловное Это освобождение И реабилитация Такого человека То есть Здесь нет Никаких вопросов Что нужно делать В этой ситуации Во второй Ситуации Это другая Группа Политических Заключенных Здесь требования Они другие Они тоже Могут включать В себе Требования Освобождения Человека Но Чаще Оно Содержит Требования Незамедлительного Пересмотра Принятых Решений При соблюдении Права на Справедливое Судебное Разбирательство И устранение Тех нарушений Которые Привели К тому Что мы Назвали Человека Политических Заключенных Потом Будет Более Менее Объяснено Почему Именно Такое Требование И почему Такое Требование При выдвижении Такого Требования Более Половины Случа На самом деле Ведет К освобождению Этого Человека Потому Что В таких Делах Если Был Справедливый Суд То Этому Человеку Скажем Так Не Грозило Б Лишение Свободы Как Таковой Итак Что Что За Вот Эти Две Группы Политических Заключенных Первая Категория Политических Заключенных Она Основана В первую Очередь На той Категории Узников Совести Которая Разработала Международная Амнистия Но Вот эта категория Которую Использует Международная Амнистия Первая Лица Это Лишение Свободы Из-за Убеждений А также В связи С ненасильственным Осуществлением Основных Прав и Свобод То есть Речь идет Об осуществлении Например Свободы Слова Свободы Мирных Свобраний Свободы Ассоциаций Свободы Религии И Других Подобных Свобод То есть Если Моя деятельность Направлена На это И Меня Только на основании Того Что я Например Осуществлял Какой-то там Религиозный Культ Или создал Религиозную Или создал Просто Организацию Например Уголовное Преследование Людей За Существование В незарегистрированной Общественной Организации Это в чистом виде Вот Преследование По вот этому Признаку Поскольку Считается Что Само Объединение По себе Преследование За участие В таком Объединении Если оно Не наносит Обществу Никакого Вреда Это в чистом Виде Политическое Преследование Как усника Совести Второй Критерий Он уже Не входит В классическое Понимание Международное Международное Амнистие Здесь Очень важный Момент Он направлен Именно на Правозащитников Активистов Которые Действия Которых Направлены На защиту Прав Других Лиц То есть Они Не осуществляют Свои Права Непосредственно Но они Защищают Права Других Лиц Это Очень важный Момент Поскольку Во многих Странах Есть Примеры Когда Людей Преследуют Именно За такую Правозащитную Общественно Активную Деятельность И Третье Это Лишение Свободы Исключительно По какому Либо Дискриминационному Признаку Например Преследование Людей За Во многих Еще Странах Есть Уголовное Преследование За Однополые Сексуальные Отношения Это Классический Пример Будет Политического Преследования Который Будет Подпадать Под Вот Эту Первую Группу Политических Заключенных Можно Приводить Еще Другие Примеры Когда В других Разных Странах Есть Подобное Уголовное Преследование Людей По Дискриминационному Признаку Или За То Что Человек Принадлежит Определенному Сообществу Которое Дискриминируемо Например Опять же Он Привязывает Себя К К Сообществу И Например Всех Членов Такой Организации Местной Она Например Запрещена И Всех Членов Такой Организации Например Ждет Уголовное Преследование И Соответственно Лишение Свободы Там На Несколько Несколько Лет Это Классический Пример Был Два Или Три Года Назад В Уганде Была Запрещена Одна Из Организаций Которая Защищала Права ЛГБТ Сообщества И Соответственно Все члены Организации Они Преследовались И Многие Из них Кто Не Убежал Из Страны Они Попали В тюрьму На Достаточно Долгие Сроки Все Они Попали В эту Группу Первую Группу Политических Заключенных Повторюсь Что Здесь Очень Четкие Требования Здесь Нет Никакой Незаконной Деятельности Которая Была Незаконная В Демократическом Государстве В основном Эта Деятельность Направлена На Реализацию Своих Прав Поэтому Здесь Не Может Быть Речи О Каком То Насилии Со Стороны Лиц Либо О Совершении Каких То Преступлений Которые Могут Быть Преступлением В Любой Из Демократических Стран И Именно Поэтому Здесь Безусловное Требование Немедленного Освобождения И Реабилитации Человека Который Является Политическим Заключенным Который Относит Первой Категории Вторая Категория Политических Заключенных Она Сложнее Именно Поэтому Требования Правозащитника Здесь Гораздо Шире Чем В Первом Случае Итак Рассмотрим Первые Четыре Именно Критерия По которым Мы Относим Ко второй Категории Политических Заключенных Первое Это Лишение Свободы В нарушении Права Справедливое Судебное Разбирательство Иных Основных Прав и Свобод Речь Идет Например Применение Пыток Получение Доказательств С помощью Пыток Незаконное Получение Доказательств Каким-либо Способом И потом Использование В судебном Процессе На основании Это Осуждение Человека И так Далее То есть Есть Множество Нарушений Которые Могут Быть Во время Судебного Разбирательства Которые Неприемлемы С точки зрения Международных Стандартов Очень важный Момент Что мы Именно Рассматриваем Нарушения С точки зрения Международных Стандартов А не С точки зрения Национальных Стандартов Поскольку Национальное Законодательство Очень часто Может Само по себе Устанавливать Какие-то Нарушения Второй Критерий Это Лишение Свободы Основано На фальсификации Доказательств Вменяемого Правонарушения Либо При отсутствии События Или состава Правонарушения Либо О совершении Иным лицом То есть В принципе Вот эти Вот все Последние Случаи В Беларуси Когда речь Идет О неправдивых Свидетельских Показаниях Фабрикации Дел откровенных Вот эти Вот все дела Они попадают Полностью Под Вот этот Вот критерий Который Ну Не говоря уже О нарушениях Права на Справедливый суд Во многих случаях Но вот Это критерий Который На самом деле В Беларуси Очень четко Понятен То есть Он здесь Используется Наверное Наиболее часто Хотя Если мы Посмотрим На постсоветских Странах Постсоветских Странах Во многих Используются Такие вещи То есть Это есть И в России Это есть В Азербайджане Например В Азербайджане Половина Правозащитника Это все Наркодилеры Потому что Им Ни много Ни мало Им всем Шьют Что у них Находят Наркотики И им всем Грозит От 7 до 15 лет То есть Там все Очень Гораздо Серьезнее Чем В Беларуси Можно так сказать Третий критерий Это Непропорциональность Наказания То есть Мы говорим о том Что человек Действительно Совершил Какое-то Преступление Но в данном Случае Мы говорим о том Что продолжительность И любое условие Лишения его свободы Явно Непропорционально Неадекватно Тому правонарушению Которое он совершил И это Очень сложный Вопрос Потому что Здесь конечно Нужно смотреть Национальную практику Наказаний По вот таким Вот По такого рода Делам Хотя Многие страны Например В Беларуси Вообще Очень жесткая Криминальная политика И по многим делам Которые В принципе Достаточно Безобидны Для общества Люди получают Достаточно Большие сроки С точки зрения Например Международного Уголовного права Это Достаточно жесткая Правая система Но Тем не менее Здесь нужно Смотреть И если Эта Неадекватность Будет доказана Что например Человек За Есть другие Приговоры Где человек Точно за такое же Правонарушение Получает Условно говоря Год-два А здесь Он получил Пять-семь То это конечно же Явно Непропорциональное Наказание Такого человека И такой человек Признается Политическим Заключенным Уже после Наказание Когда Это наказание Начинает Применять И четвертый Такой критерий Это когда Лицо лишено Свободы Избирательно По сравнению С другими Лицами Мне сложно Сказать В Беларуси Привести Такой пример В Украине Такой классический Пример Был это дело Юлии Тимошенко То есть Она как раз Это тот критерий По которому Этот критерий Как раз Она проходила По этому критерию Критерий Он Как правой принцип Родился В США И сейчас Он применяется Во многих Странах И в принципе Он основан На конституционном Принципе В принципе Райенства всех Перед законом То есть Принцип Райенства всех Перед законом Он Говорит о том Что мы не только Равны в том Какие у нас Права и обязанности А и какая у нас Ответственность перед законом И если Десять человек Условно говоря За такие же действия Не нарушают А одиннадцатого Десять человек Не наказывают За такие действия Вообще никак Либо дают штраф А одиннадцатому Дают уголовное наказание С огромными последствиями То в таком случае Имеется неадекватная Государственная политика И говорится Об избирательном правосудии В Америке Это ведет К оправданию человека То есть Если будет доказана Такая практика Во многих европейских странах Тоже Например Такой принцип Активно применяется Во Франции В Германии То есть Это один из способов Защиты в уголовном производстве И Конечно же На постсоветском пространстве Этот принцип Не очень развит Но тем не менее В политических Именно Преследованиях Власти Очень часто Используют Подобные вещи В народе Это называется Как бы Друзьям ничего А врагам закон То есть Когда мы Применяем закон Когда нам удобно Если это доказать Тогда Мы можем говорить о том Что это Случай Политического Политического Заключения Мы потом еще детально Просмотрим На определенных Примерах Когда Какие случаи Подпадают Под какие критерии Если у вас будут Вопросы То мы В конце Конечно же Я попробую Более детально Разъяснить Те или иные принципы Поскольку я понимаю Что они В принципе Могут звучать Достаточно общее Но поверьте Здесь Под каждым словом Каждое слово Оно имеет свое Юридическое Обоснование Именно Неполитическое Юридическое Обоснование И в этом Наш подход Он Отличается Какие Являются Исключения Во первых Как я уже говорил Для Политическим Заключенными Не признается Лицо Которое Совершило Насильственное Правонарушение Против личности За исключением Случа Необходимой Обороны Или крайней Необходимости Причем В принципе В нашей Правовой Системе В Беларуси В Украине Советской Правовой Системе Концепция Необходимой Обороны Крайней Необходимости Очень хорошо Разработана На самом деле И она Может применяться Поэтому Если В ответ Даже на Какие-то Незаконные Действия Правоохранительных Органов Которые Там Например Нападают На какого-то Человека Вы за него Вступились И совершили Насильственные Действия То в данном Случае Вы не будете Считаться Такими Что совершили Насильственное Действие В этом Смысле Этих И можете Признаваться Политическими Заключенными То есть Здесь Очень важно Понять Почему Человек Осуществляет Те или иные Насильственные Действия Если они Классифицируются Как Необходимая Оборона Или Крайная Необходимость Тогда Они Могут Быть Приемлемы Хотя Для Случа Узника Совести Речь Идет Все-таки Когда мы Говорим О первой Категории Политических Заключенных Мы Всегда Все равно Говорим О том Что Человек Должен Быть Освобожден Безусловно Но Человек Не должен Совершать Насильственных Действий Любых То есть Против Человека Он Не может Совершать Насильственных Действий У нас Была Долгая Дискуссия Может Ли Человек Совершать Преступление Против Имущества Это Очень Тонкий И Сложный Вопрос Потому Что Условно Говоря Каждое Мирное Собрание Это Нарушение Права Собственности Определенных Лиц Потому Что Если Проходит Тысяча Человек Она Не может Хотя бы Как-то Там Немножко Не повредить Имущество Государственное Или Там Какого-то Иногда Частного Лица Это Происходит Поэтому Мы Решили Что Здесь Очень Важный Момент Что Мы Четко Против Так Называемых Расовых Погромов То есть Мы Против Насилия Против Людей Либо Проимущества Которые Продиктованы На почве Ненависти Либо Призывали К насильственным Действиям По Дискременционным Признакам То есть Если Это Нападение Например По Признакам Расы На каких-то Лиц Либо По признакам Сексуальной Ориентации Либо Еще По каким-то Признакам Дискременционным Тогда Мы Можем Смело Говорить Что Такие Нападения Например Поджигание Имущества Уничтожение Имущества Таких Лиц Это Однозначно Таких Лиц Нельзя Называть Политическими Заключенными Поскольку Ихнее Насилие Направлено Против Конкретных Лиц И Против Конкретного Имущества С определенными Целями Именно на Почве Ненависти Очень Сложно Смотреть На протесты Против Государственной Политики В данном Случае Опять же Мы Смотрим Что Когда Речь Идет О насилии Например Против Работника Правоохранительных Органов Мы Всегда Рассматривав Цель Такого Насилия То есть Опять же Если Это Попадает Под Случай Необходимой Обороны Или Крайней Необходимости Тогда Такое Насилие Может Быть Приемлем Против Физического Лица Если Это Просто Насилие Ради Насилия Тогда Это Явно Неприемлемо Поскольку Правозащитники Не могут Защищать Насильственные Способы Реализации Прав Более Того Если Вы Говорите О Мирных Собраний Реализации Права На Свободу Мирных Собраний То Применение Насилия Агитация За Насилие Оно Всегда Приводит К тому Что Скорее Сего Это Мирное Собрание Будет Признано Немирным А Это Значит Что Оно Утратит Все Гарантии Защиты Которые На Него Распространяются Конституции Международными Документами Именно Но Когда Мы Говорим Об Имуществе Тогда Здесь Рамки Шире Протеста Чем Насилие Против Физического Лица Поскольку Повреждение Государственного Определенного Имущества Оно Допустимо Как Если Это Форма Протеста Например К классическом В этом Деле Мы Приводили Пример Дело О сжигании Национального Флага В Соединенных Штатах Америки Когда Во время Протеста Вжигали Как Протест Против Государственной Политики Американский Флаг И Потом Человек Был Осужден На 5 лет Уголовного Наказания За такие Действия Но Это Дело Дошло До Верховного Суда Соединенных Штатов Америки Который Отменил Этот Приговор И Признал Что Действие Защищается Конституцией США И До Сегодняшнего дня Уже Более 30 Лет В Американском Обществе Идет Дискуссия Можно Ли Таким Образом Выражать Свой Протест Но Здесь Конечно Идут Конфликт Патриотические Чувства Людей Здесь Вопрос О том Что Это Именно Не в том Что Это Обижает Как-то Государство Или Не в том Что Государству Жалко Определенное Имущество А именно Вопрос В том Что Обижает Определенные Патриотические Чувства Но Когда Речь идет О Каком-то Простом Имуществе Государства Которое Возможно Имеет Какое-то Символическое Значение Но В принципе Оно Восстанавливаемо И это Или Нет Какого-то Серьезного Вреда Ему Тогда Мы Считаем Что Это Никак Нам Не мешает Признать Такого Человека Политическим Заключенным Поэтому В принципе Нужно Рассматривать Вот Эти Вот Дела Очень Детально Почему Человек Делал Это Для Как Целей Как Вот Это Насилие Возникло Было Лето Ответ На Насилие Потому Что Мы Например Очень Долго Спорили В Украине Как Рассматривать Вот Эти Вот Демонстрации Когда Милиция Применяет Незаконное Насилие Против Демонстрантов Демонстранты Начинают Применять Насилие Против Правоохранительных Органов После Этого Соответственно Заводятся Уголовные Дела Против Уч Уч Участников Этих Демонстраций И Мы Пришли К выводу Что Здесь Нужно Опять же Смотреть На действия Таких Лиц Если Эти Лица Приходили На Демонстрацию С целью Именно Нанесения Вреда Использовали Например Огнестрельное Оружие Тогда Тогда Мы Мы Не Сможем Признать Политическими Заключенными Но Если Они Защищались Там Бросали Какие-то Камни Которые В принципе Не Убивают Людей То есть Они Поджигали Шины Условно Говоря То В принципе Поджег Шины Сам По себе Он Не наносит Физического Вреда Человеку То есть Это Инструмент Защиты На самом Деле От того Чтобы Милиция Не Продвигалась Дальше Поэтому Такие Формы Протеста Они Нами Все равно Классифицируются Как Ненасильственные Формы Протеста Но Здесь Конечно Ж Грань Очень Сложная Здесь Нужно Рассматривать Очень Детально Каждую Ситуацию Например Ситуация 2010 Года Для нас Тоже Классифицируется Как Абсолютно Ненасильственная Акция И То Что Там Происходило Вполне Вписывается В понятие Мирной Демонстрации Осуждение Тех Лиц Все Осужденные Которые Тогда Были Они Были Признаны Политическими Заключенными Потому что Именно Потому что Сама Акция И Весь Протест Несмотря На Определенные Как будто Формы Насилия Нельзя Классифицировать Именно Тем Насилием Под Которым Мы Понимаем Те Исключения Когда Мы Не признаем Людей Политическими Заключенными Ну и Третий Такой Очень Важный Критерий Это Мы Не Признаем Политическими Заключенными Тех Лиц Которые Выступают Которые Во-первых Насильственные Действия Применяют А во-вторых Они Направляют Свои Действия На Упразднение Каких Либо Прав И Свобод Например Они Своими Действиями Запрещают Чью-то Демонстрацию Разгоняют Чью-то Демонстрацию Устраивают Погром Чего-то Какого-то Офиса Другой Партии Другого Там Общественного Движения И Потом За это Их Осуждать То есть Мы Никогда Таких Лиц Не Признаем Политическими Заключенными И Это Очень Актуально Для Праворадикальных Протестов Они Очень Распространены В России В Украине И У нас Было Таких Очень Много Случаев Когда Мы Не Признавали Таких Лиц Политическими Заключенными Кратко Наверное Это Все В конце Я хотел Бы Очень Сказать Что Это Руководство Это Не Такой Документ Как Конституция Который Никогда Не Будет Изменяться Мы Постоянно Анализируем Практику Это Руководство Эти Принципы И В Ближайшем Будущем Мы Собираемся Его Возможно Немного Пересматривать Мы Будем Изучать Опыт Хотим Собраться Опять С Правозащитниками Из разных Стран И Посмотреть Опыт Применения Этого Руководства Оно Работает Уже На протяжении Трех Лет И Нам Интересно Посмотреть Насколько Эффективно Насколько Оно Реально Насколько Жизнь Его Протестировала Насколько Все Случаи Действительно Подходят Под это Руководство Какие Случаи Не Подошли И Почему И Поэтому Мы Всегда С интересом И Нам Всегда Очень важно Услышать Критику И Я вас Прошу Присылать Критику На Электронный Адрес Если Она Рациональная То Мы Всегда Используем И Всегда К ней Прислушиваемся Эмоциональную Критику Тоже Можно Присылать Но К ней Мы Меньше Прислушиваемся И Тем более К политической Критике Нам Очень Сложно Прислушиваться Потому Что Мы Не Пользуемся Политическими Инструментами Мы Не Оперируем Понятие Выгодно Невыгодно Друг Враг Мы Именно Специально Перевели Этот Весь Вопрос В Юридическую Плоскость Чтобы Государства Которые Ответственны За Такие Политические Преследования Они Не могли Уклониться На Международной Арене От того Когда Их Обвиняют В том Что У вас Есть Политические Заключенные Им Сложнее Отказаться И сказать Что у нас Нет Таких Политических Заключенных Когда У нас Есть Юридически Аргументированная Позиция И Это Уже Много Раз Было Использовано И Многие Многие Государства Они Действительно Прислушиваются К этой Критике Когда Эта Критика Построена На Юридических Аргументах Поэтому Мы Все-таки Будем Продвигать Свое Именно Поэтому Правозащитники Строят Работу Свою Именно Вот Так Я С Радостью Отвечу На Ваши Вопросы Но Именно После Того Как Мы Немножко Расскажем О Тех Делах Которые Были В Беларуси Дякую Владимир Я Хотела Зараз Трошки Практичный Аспект Может быть Показать Як Тобок Была Теория Яким Чином Признаются По Яких Критериях Вызнашаются Политвязни Тобок Да Поможите И Трошки Может быть Показать Практики Яким Чином Практично Отбывается В Дейности Правооборонежных Организаций И Живой Механизм Той Что Уже Ухудшало Про Двое Критерий Два Подходы Они Были Завязаны С тем Что Есть Артикулы У Криминальном Кодексе Республики Беларусь По которых Любого Человека Кого Переследовать И Затримливать Позаболевать Воле Собразой Когось Службовой Асобой У нас Есть Некакие Подходы Это Одна Ситуация Другая Ситуация Кали Людей Все Таки Переследовать По любым Иншим Артикуле Криминального Кодекса И Тут Мы Не Можем Сказать Что Человек Был Добрый Он Займался Громадской Дейностью А Он Политвязен Как раз Одразнение Правооборонежных Политиков Что Мы Даем Грунтовный Юрдычный Анализ И На практице Это Выглядаем Наступным Чином Мы Неким Чином Збираем Информацию Про Справу С Максим С С С Родками Мы Можем Гэта Зарабить Потому Что Часто Мы Не Маем Полного Доступа Потому Что Вельми Распасюрженная Подписка Неразголошивания С боку Адвакатов Альбо С боку Родных Альбо Удельников Того Что Отбывалася И Часто Мы Можем Доведаться Некие Подребязанцы Справы Непосредственно В судовом Поседжене И Тому Мы Як Раз Спрабуем Сабрать Максимальную Информацию Тойки Потом Примать Некое Рашэнне Тому Что Нам Важно Как Оно Было Юридично Докладно Обгрументовано Так Вось Кали Мы Кажем Конкретно Про То Як Мы Працуем Тобок Мы Сбираем Вот Эту Информацию Пасля Того Как Эта Информация Сабранная Кто Из Юристов Любой Правоборонщей Организации Може Рабить Экспертное Заключение Тобок Звязанное С Тым Все Так Кто Что Человек Здесь Но Что Навядомо Про Эту Справу Вэт Экспертное Заключение Оно Грунтуется Якраз На Тых Юридичных Фактов Нараз Трошки Не Хочу Грузиться На Той Информацию Ко Мы Сабрали Як На Попереднем Следствии Так И Непосредно Кали Назирали С Новым Поседжением От Всех Максимых Субъектов Тобок Отповедно Оно Вось Таким Чином Выглядает Экспертное Заключение По Справе Заминит Рапальянки Так Там Описывается Учим Яху Виноват Официйно Что Нам Вядома Як Мы Оцениваем Доказы Як Мы Оцениваем Судовое Поседжение Даем Спасылка Некие Материалы Спасываемся На Кирующие Принципы Там Например Распрацованные Так Любые Иншие Международные Документы И Стандарты Это Достатково Подребязный Юридычный Документ Да Их Бачите Тобок Оно Великий По Объеме Там Есть Комментары Эксперт Там Есть Посылки На Национальное Международное Право Да Тобок Все Что Просто Максимально Можно Собрать И Вот Есть Высновы Что Мы Проанализовали И Приходим Добок Чтобы Забы Невольно Полторы Годы Из Мастер Поленки Носить Характер Политичному Толвану Пераследу За мое Исполнение Его Публичной Дейности И Отповедно Мы Суходим С того Что Порушено И Потрабуем Его Неоткладного Изволения Добок Это Экспертное Заключение Тех Юристов Специалистов Яки Не просто Почитали Новины Про Человека И Поглядели Чем Он Займается А Докладно Целком Выучили Материалы Справы Сходили На Суд И Поглядели После Того Как Робится Экспертное Заключение Право Оборудшим Организациям Пропановывается Принять Суместную Заяву Односно Того Накольки Как бы Эт экспертное Заключение Личится Достаточно Обхрунтованным Накольки Все Таки Наши Коллеги Подделяются Наши Позыции И Тады Отповедно Примается Заява Якую Подписывают Вот По Трабованию Откладного Заваления Политичной Вязани Дмитрия Полиенки Она Имает Дату Место Это Завычайно Суместные Заявы Так Само Там Есть Частка Аналитики Процитована Якую Мы Приводили И Мы Заявляем Что Позвольня Волия Дозволя Квалификовать Социальные Активисты И Политичного Вознаволина И Спис Организаций Подписываются Под Даден Значение Дату Бок Не То Что Один Человек Все Вырошу Что Человек Политвязень Ти Не Были Звязи И Звычайно Конечно В Беларуси Нажаль Такий Статус Дает Человеку Могшимость Быть Вызвольным Раней Потому Коли Человек Удалит Политвые Годы И Коли Он Становится Объектом Для Гандлю Коли Некимомент Беларусь Хочет Налаживать Стасунки Заходом То Гэты Люди Просто Вызваляются По Любой Привидычной Процедуре Беларусские Улады Уже Умеют Это Рабить И Отповедно Шмат Кто Затекали В таких Ситуациях Все Признали У нас Были Ситуации Коли Люди Казали Что Мы Не Хочем Как Нас Признавали Политвязнями Или У нас Был Особный Выклик Потому Что Мы С одного Боку С принципа Не Нашкодить А З Боку Сам Факт Наявности Политвязня Беларуси Я Наплываю На Всю Правовую Систему И Мы Не Можем Молчать Коли Бачим Отвольное Беспоставленное Переследование Неких Людей И За Их Громадскую Позыцию Так Наприклад Было Со Справы Эдуарда Пальчиса Я В листах Писал Что Я Не Хочу Быть Политвязням Или Все Так Мы В Некий Момент Коли Доведались Нюансы Справы Мы Его Признали Так На Сеонешний День Спис Политичных Вязням Я К Раз Май Экспертные Заключения И Заявы Про Баруси Минизаций Митер Полиенко И Михаил Жемчужный Он Не Так Великий Добрый Но Нажали Эти люди Есть Эти люди Зараз Находятся У Знаволиня И Им Погрожаешься Достково Протяглый Термин Потому Что Михаил Жемчужный Сужен До Шти С Половых Годов С Которых Он Отсидел Еще Меньше За Три Можете Лишить И Митер Полиенко Чекает Политвязь Из Дневолиня Так Само Мы С Коллегами Долгий Час Працавали Над Собрать Максимально Всю Информацию Про Криминальный Переслед За Политвязь Там Єст Неки Виде Материалы Спасылки Новины И Так Само Тут Чем Уси Небачено В принципе Тут Єст Разделы По Яких Можна Шукац Людей За Гады За Конкретные Справы За Арты Кулы Тобок Єст Максим Пошуку И У Тем Лику Мы Подбирали Информацию По Кожным Человеку Спробовали Сабрать Некую Информацию Менавица Справы Калі Бачна Што Аписана Конкретна Єст Картка Такая На сайте Особна Хто Был Судзя По Гэта Справе Хто Прокурор Хто Шым Менавиновачный Куды Можна Писать Тобок Мы Справались Зрабить Зручный Сайт Но Зараз До Конца Одновляется В процессе Гэта С таких Практичных Моментов И Отповедно Я Трошки Можна Быть Откажу На Пытання Якое И Натхнила У Тым Ліку Проводзі Гэту Лекцію Чаму Мы Кагості Не Признаем То Гэта Якраз Занна С тым Што Вельми Часто По Справах Нам Недостаткова Информации Зараз Можна Быть Ё Стады На Якой Мы Не Можна Дать Нармальна Юрдныш Обгрунтованне И Што Хочете Докладнить Можете Задавать Микрофон Готовы Передавать Буде Простей Напомно Кали Будете Выходить Альбо С места Буду Повторять Ваши Пытання Кабы Лочувать Людям Які Нас Глядять Онлайн Ёс Пытання Так Ласка Пробачьте Буду Разбавлять На Российской Мове Вось бы Тут Складанная Тема Вопрос Такого Плана Вот Участие Например Незаконное Как Квалифицируется Власть Участие Незаконное Участие В каких-то Митингах И демонстрациях С одной Стороны Это Реализуется Конституционное Право На Свободу Выражения Мнения Понятно Да Однако Со второй Стороны Есть Закон Который В Конституции Там Конкретно Комментирует Ту или иную Ситуацию Говорит Что так и так В рамках Определенным Законом Таким образом Получается Странная Ситуация То есть Это закон Становится Над Конституцией То есть Получается Что Председатель Там Мингородсполкома Фактически Трактует Конституцию На свой Взгляд Это Понятно Но В этом Случай Допустим Я выхожу На Митинг Меня Задерживают Какой Мой статус Оказывается С одной Это Хороший Пример И это Хороший Пример Он показывает Две вещи Первая Вещь Это Что На самом Деле Закон Может Нарушать Права Человека И Закон Мирных Как он Там Мероприятиях Он называется О массовых Мероприятиях Вот Он Такой Что Он во многих Положениях К сожалению Нарушает Международные Стандарты Прав Человека Он В принципе Нарушает Даже Положение Белорусской Конституции Хотя И эти Положения Они Очень Там Плохо Выписаны Поскольку Там Такие Употребляются Такие слова Которые В принципе К свободе Мирных Собраний Употребить Нельзя Поэтому В любом Случае Нарушение Национального Законодательства Для нас Не является Критерием Вообще Для нас Всегда Ориентиром Есть Международные Стандарты Прав Человека И Нарушал Ли Действие Человека А вот эти Международные Стандарты По правам Человека Если Человек Вышел На демонстрацию В рамках И эта Демонстрация Она Мирная У него Намерения Мирные У него Ничего Как бы Насильственного Он не совершал Ничего Не делал Плохого То это Классический Узник Совести Это Классический Первый Первая Категория Вот этих Политических Заключенных Которые Реализуют Свои Права И именно За это Они Наказываются Поскольку Их Даже В большинстве Своих Случаев Наказывают За участие В несанкционированные Митинги А не за Ну иногда Там за Невыполнение Законного Требования Работника Милиции Но тем не менее Их даже Прямо так И наказывают За реализацию Своих Прав Поэтому Первый Критерий Для нас Это Как раз Международные Стандарты И В белорусское Законодательство Оно во многих Положениях Нарушает Международные Стандарты Прав человека Например По мирным Собраниям Есть заключение Есть такая Венецианская Комиссия Экспертная Совета Европы Организация Куда Был направлен Этот закон Для экспертизы Беларусь Является Ассоциированным Членом Вот этой Венецианской Комиссии Там есть Представитель Конституционного Суда Республики Беларусь Он присутствовал При обсуждении Этого Закона И есть Большое Экспертное Заключение Которое Говорит о том Что во многих Положениях Он не соответствует Международным Стандартам Международному Пакту По правам Человека Стандартам ОБСЕ Совета Европы Соответственно В такой Ситуации Человек Он В выборе Стоит Ему Нужно Соблюдать Законодательство Либо Реализовать Свои Права Права Не выше Законодательства На самом деле Поэтому Такой Человек Будет Признан Однозначно Политическим Заключен Да На Пере Арыш Та Бок Пок Болёт Арыш Та Разумеем Что Виноватшие Итоки Формальной Присутности Почас Мероприемства То Это Конечно Абсолютно Вдовольшен Расследований По Политичных Мотивах Что Может быть я Попробую Отказать Неким Сенси Про Той Что Мы Спробуем За Этой Проблемой Працевать Так Что Мы Назираем Непосредственно За Массовыми Мероприемствами Тобак И даем оценку На койке Оно Мирное Одразу И Отповедно В справоздачах Пишем Что Коли Массовыми Мероприемствами Мирное Волтоны Где Заклика Мы Не Побачили Отповедно Любый Человек Который Переследует За Мирный Сход То Мы Будем Лечить Политичный Матоман Такий Переслед И В принципе У нас Такая Форма Этого Заключения И Коли Мы Забираем Информацию Судов Мы Так Сам Затаем Увагу Что Это Незусим Справедливый Переслед И Что Месячная Агляция Судов Справедливой Человека Так Сам Оттуда Это Потропляет Это Может Робится Не в Кожном Индентальном Выпадку А Робится Как Огульный Малюнок Того Что На самом Ш Отбывается Потому Что Под Аминистративных Справок Трошки Тяжей Разых Колькости К Минимум Что Небеду Дать Хочете Да Но Все равно Тем Кто Дает По 15 Суток Их Нужно Признавать Политическими Заключенными То Есть Это Это Факт И Вот Я знаю Да Тут Нужно Подумать Оскольки Ну В принципе Там Не давали Мало Мало Суток Не давали Давали 10-15 Да Вот Все Что В Все Что Выше 72 Часов Просто В этом Есть Рациональное Зерно Потому Что Нам Нужна Цель Все Таки Признание Человеком Политическим Заключенным Чтобы Его Выпустили И Конечно Когда Речь Идет О Пяти Сутках Ареста То Пока Вы Признаете Политическим Заключенным То Он Уже И Выдет То Государство Даже Не Успеет Отреагировать Но В Вашей Ситуации Да Вашей Ситуации Да Как бы Сижу Да Тут Тут Нужно Наперед Говорить Что С момента И Когда Вы Сядете Вы Политический Заключенный Так Тараслана Килас Как раз По Вашему Ответу Хотела уточнить Максим Хотела уточнить По поводу Мирных Собраний Да То есть Вы Наблюдаете И Если Нет Таких Призывов Хорошо Если Скажем Собрались Люди Изначально Это Мероприятие Было Мирным Но Кто-то Из Присутствующих Начинает Призывать Каким-то Гвалтовным Деньем Как В таком Случа Оценивается В общем Это Собрание На самом деле Есть критерии Разработаны То есть Если Отдельные Вспышки Насилия Не ведут К тому Что Все Собрание Оно Становится Немирным Если Такой Вспышки Насилия Уже Имеют Массовый Характер И Если К этому Призывают Например Организаторы Собрания Пойдемте Громить Тех Пойдемте Нападем На них Или Давайте Не дадим Им Пройти Сюда Все Давайте Сюда На них Нападаем То есть Если Они Призывают К такому Насилию То Конечно Это Теряет Мирный Характер Такое Собрание Но В большинстве Наблюдаемых Нами Мирных Собраний На самом деле Организаторы Не ведут Себя Так И у них Нет Таких Намерений То есть Для нас Важно Первое Намерение Организаторов Второе Это Насколько Они В реальности Они же Не могут Отвечать За действия Каждого Человека В толпе И вот Здесь Очень важно Международные Стандарты Они Выделяют Вот этих Провокаторов Роль Милиции В том Чтобы Вот этих Вот Людей Которые Локальные Правонарушения Совершают Чтобы Их Изолировать И Локализировать Тем И Чтобы Большое Мирное Собрание Могло Себе Пройти В дальнейшем Мир Вот Здесь Скорее Возникнет Проблема Если Имеют Такие Локальные Вспышки Насилия То Здесь Скорее Возникнет Проблема С невыполнением Милиции Своей Обязанности Чем С Немирной Демонстрацией Но Когда Все Собрание Как бы Ну Есть Критерии Тоже Когда Оно Может Потерять Немирный Характер Скажем Так Обретет Но На самом деле На постсоветском Пространстве 90% Собрания Немирны И Как бы Мы там Не хотели В основном Это Провокация Отдельных Лиц Даже Когда Есть Противобойствующие Мирные Собрания Где Две Группы С разными Требования Если Милиция Правильно Действует Например Выстраивает Как у них Прописано По инструкциям Границу Между этими Людьми Как минимум В три Милиционера Нигде Населения Нет То есть Поэтому Это все Вопрос Конечно Могут Быть Провокаторами Работники Правоохранительных Органов Более Того У нас Ну Я знаю Точно Такие Действия Доказаны По Украине Когда Были Работники В штатском Провокаторами Работниками Милиции Это Может Быть Но это Тем более Доводит То Что Собрание Не является Немирным То есть Это Тем более Вопросы Здесь Больше К государству А не К людям Которые Брали Участие В таком Мирном Собрании Кроме Того В каждом Случае Ответственность У нас Индивидуальна Поэтому В каждом Случае Рассматривается Действие Каждого Конкретного Лица Даже Даже Если На Мирной Демонстрации Человек Подойдет И ударит По голове Милиционера Он будет За это Отвечать И Нам Будет Сложно Признать Его Политическим Заключенным Даже Если Это Участник Мирной Демонстрации Поэтому Нужно Каждый Случай Нам Нужно Именно Немножко Разжевать Что Делал Конкретно Этот Человек Владимир Спасибо Огромное За Лекцию У меня Наверное Два Вопроса Из Двух Частей Первый О Понятии Мы Начали Говорить О Узниках Совести И Политической Заключенных На Лично Мой Загляд Узник Совести Намного Неприятен Намного Подходящий Беларуси Потому Что Люди Не Сидят А Они Незаключенные И По-моему Их Тоже Нужно Признавать Политическими И В этом Плане У меня Вопрос Первый А Как Ж С Преподавателями И Как Ж С Студентами Которых Выгоняют Как Раз Таким Политическим Мотивом Даже Не Составляя Административный Протокол За то Что Увидели На Митинге Их Отчисляют Наверное Они Тоже Являются Политическими Это Первый Вопрос И Второй Когда Вы Вы Вырабатывали Вместе С правозащитниками Критерии Я Стал На Бог Зла На Бог Государства Когда Вы Говорили О том Что Мы Вырабатывали Критерии По По Стандартам Совета Европы Совет Европы Давайте Признаем Честно Это Частей Политическая Организация Называется Политическими Ну В большинстве Своем У них Самая Главная Политическая Задача И Когда Или В какой Момент Правозащитник Перестает Быть Правозащитником Становится Политиком Вот Когда Пишется Бумага О том Что Мы Признаем Политическим Да Я Понимаю Это Правозащитный Это Юридический Документ А Когда Вера Комиссаров Призывают Отпустить Призывать Отпустить Политических Заключенных Или Когда Спецдокладчиков Призывают Надавить На Белорусский Суд Это Чуть Другое И Здесь Я Вот Здесь Он Правозащитник Больше Или Политик Спасибо Спасибо За Вопросы Первый Вопрос Я Специально Начал Свою Лекцию С Объяснения Лишения Свободы То есть Мы Здесь Говорим Именно О Случаях Лишения Свободы Ибо Мы Используем Такой Термин Как Политический Заключенный Политический Заключенный Относится Только К тем Кто Лишен Свободы И Это Не Просто Так То есть Мы Сразу же Отвели Те Другие Вопросы Политического Преследования Формы Потому что Этих Форм Политического Преследования Несчетное Количество Мы Их Как Начали Перечислять У нас Было Около Пяти Страниц То есть В каждой Стране Государство Изощряется Придумать Свои Формы Политического Преследования Но И Наша Была Цель По По крайней Мере Построить Свои Действия Для тех Кто Лишен Свободы Чтобы Их Освободить То есть Конечная Цель Признания Политическим Заключенным Это Освобождение Человека Либо Уменьшение Срока Его Нахождение В местах Лишения Свободы То есть Это Конечная Цель И Именно Поэтому Мы Оперируем Только Вопросом Лишения Свободы И Именно Только Их Касается Политический Заключенный Термин Узник Совести Оперирует Исключительно Международная Организация Международная Амнистия И Узниками Совести Признает Только Лондонский Офис Международная Амнистия И Никто Другой В этом мире Поэтому Мы Не Используем Термин Узник Совести Мы Не Можем Признавать Людей Узниками Совести Именно Поэтому Мы Придумали Вот Эти Две Категории Политических Заключенных Просто Для Легкости Восприятия Я Первую Группу Назвал Узники Совести Чтобы Их Было Легче Воспринимать Но Мы Не Оперируем Этим Термином Поскольку Это Термин Просто Другой Частной Неправительственной Организацией И мы Ни в коей Мере Не хотим У них Забрать Право Людей Определять Узниками Совести Более Того Они Последнее Время Все Меньше Людей В мире Признаются Узниками Совести Они Больше Используют Термин Политическое Мотивирование Правосудия И этот Термин Он В политике Сейчас Имеет Большее Значение По отношению К Совету Европы По моему мнению Совет Европы Это как раз Самая юридическая Организация Поскольку В ее структуре Работает Европейский суд По правам Человека Который На сегодняшний день Ничего лучше Человечества Для защиты Прав человека Не придумал Это именно Юридический Механизм Совершенно Юридический Механизм И именно На стандартах Разработанных Европейским судом По правам Человека Работает Совет Европы И парламентская Ассамблея Совета Европы Хотя она Состоит Парламентская Ассамблея Именно Совета Европы Она состоит Из политиков Всех Государств Членов Почему мы Оперируем Этими понятиями Правозащитники Могут использовать Политические методы Для своей работы Они это делают Для защиты Прав других лиц Они делают Для освобождения Этих лиц Они не делают Это с целью Борьбы за власть Этим Мы отличаемся От политиков И этим Отличаются Правозащитники От политиков Поэтому Да Мы используем Политические методы Мы выходим На демонстрации Мы пишем петиции Мы общаемся С дипломатическим корпусом Мы давим на политиков Всеми доступными Для нас Средствами Будем это делать Но с целью защиты Прав человека И для нас Это важнее Поэтому мы используем Политические методы Но мы не политики Потому что политики Они используют Эти методы Для борьбы За власть И они Будут Им выгодно Признавать Одного политическим Заключенным А другого Не выгодно Например Потому что Он отстаивает Приятные взгляды Или Там Неприятные взгляды Там И я их разделяю Вот так Он наш Не наш То есть Политики чаще Оперируют Такими понятиями Мы оперируем Юридической терминологией И именно Вот те Основания Для признания Политических заключенных Это все Юридическая терминология Которая разработана Международными судами Она имеет под собой Ну Тома юридических трудов Скажем так Я сейчас То что я объяснял Это такое Поверхностное Простое определение Сложных терминов Которые Например Само руководство У нас По определению Политических заключенных Это две страницы Одна страница Преамбулы И две страницы Текста Но К этому У нас Семь страниц Объяснений То есть Это только К этому тексту У нас Семь страниц Объяснений И там Десять ссылок Сходят Но это Очень Четко Юридическая Именно Концепция А не Политическая Концепция Я только Может быть Трошки Дадам Про то Что Вельми Вершая Домоленность Все-таки На узроне Держава А как бы Наши задачи Переводить Какую-то там С политичной Плоскости Правовую Правую Юридичную Как раз Как бы В этом Особливость Нажали Такая Право Человека На Якую Варто Память Так Светлана Было Пытание Виктора Потом Так Два Пытания Первое Наверное Начну С более Простого На мой Взгляд Вопроса Это Оценка Возвращаясь К порче Имущества Оценка Последних Акций За которые Уже Был Осужден Человек В Березовском Районе Это Когда Обливали Краской Памятники Ленину Хотел Чтобы Вы Дали Оценку Именно Этим Действием Это Первый Вопрос Я Говорю Что Об Имуществе У нас Ограничение Только Одно Если Это Имущество Оно Портится На Почве Ненависти Но Не Ненависти К Государству К Определенным Лицам Либо Определенным Группам Лиц В данном Случае Это Тоже Не Почва Ненависти К Мертвому Человеку Который Мавзоле Вопрос В том Что Здесь Легитимная Акция Протеста В данном Случае И Поэтому Как по Мне У нас Нет Именно Вот Это Нельзя Говорить Что Это Насильственное Действие По Которому Мы Не Можем Признать Его Политическим Заключенным Нужно Рассматривать Другие Критерии По этому Делу Чтобы Признать Его Политическим Заключенным То есть Он Не Это Не Те Насильственные Действия Которые Исключают Признание Его Политическим Заключенным То есть Год Исправительных Работ Который Он Сейчас Получил По суду Это Тоже Решение Это Я Я Не Смотрел Его Полностью Дело Но Именно Говорить О том Что Он Совершил Насилие Против Имущества И поэтому Его Приговор Оправданный Я Не Вижу Оснований То есть Нужно Пройтись По Этим Критериям Что В его Деле Нарушено Тогда Сказать Он Политически Заключенный Или Неполитически Заключенный Но Вот Эти Насильственные Действия То же Самое Когда Поджигают Там Двери Зданий Каких-то Там Еще Там Что-то Такое Делают Если Здесь Нет Прямой Угрозы Физическому Лицу То Здесь Нужно Смотреть Именно Вот Этот Контекст С Целью Чего Это Делается Если Это Протест Против Государственной Политики Не На Почве Ненависти К Определенным Группам Лиц Тогда Здесь Нет Препятствий Для Признания Допустим Хотя Такой Протест Мы Не Приветствуем Конечно Трошки Дадам Что Сейчас Нам Значно Простее Працовать Коли Мы Ведаем Про Справу На Ранних Стадах Мы Ведаем Что Узбуджена Криминальная Справа Первые Предметы Есть Суд На Кем Можем Поназирать А Коли Ушел По Постфактум Поведомляющий Такого Что Судили Дали Такие Серьезные Покарания Тут Вельми Тяжко До Конца Анализовывать Анализники Давать Так Справу Потому Что Один С Критериев Было Как раз Просправливый Судовый Посечень Выставить Это Макшим Нажаль Тойки Вочной Присутностью Аль Пытанием Людей Какие Там Были В этом Случай Для Меня Понятно Что Это Незаконное Действие Для Нас Всех Понятно Это Незаконное Действие Какой То Уровень Ответственности Государство Должно Возложить Это Может быть Административная Ответственность Он Может Возместить Вред Он Может Отмыть Это Он Может На Общественные Работы Походить 15 Суток Есть Какая Грань Которая В принципе В обществе Может быть Допустима Но Когда Человеку Дадут Уголовное Наказание За Такие Действия Там Несколько лет Тюрьмы И сравнимо С тем Что делает Там Например Бандит Третьей ходки Да Но это Как-то Явно Непропорционально То есть Здесь уже Вопрос Что это Именно Политический Мотив Его Хотят Наказать Чтобы Другим Было Неповадно То есть Тогда У нас Больше Оснований Для Того Чтобы Признать Его Политическим Заключенным Для Признания Нужно Рассмотреть Вот Это Все Дело Детально Еще Пытание Не подключить Последний Вопрос Все-таки Это По делу Патриотов Вопрос Там Мы Говорили Да Уже Вы говорили О том Что Но здесь По-моему По крайней мере Политическая Мотивация С стороны Государства По-моему Она Ну Очевидна Просто Почему Это Не может Служить Причиной Для того Чтобы Рассматривать Сейчас Пока Еще До Суда Как Полит Заключенными И Несмотря На то Что Большинство Этих Людей Возможно Там Не вели Какой То Сейчас Были Неполитически Активны Но Именно По той Причине Что Они По одному Делу Рассматриваются Ну Вот Я Могу Может Тяжело Сформулировать Вопрос Но Политическая Мотивация Государства Здесь Очевидна Вот Это Главный Вопрос Ну Это Назвы Это Я Не Возьму Это Я Не Возьму Итак У нас Есть Первая Категория Политических Заключенных Эти Люди Не Совершали Вообще Никакого Преступления Никаких Незаконных Действий За Которые Бы В Демократическом Нормальном Обществе Им Бы Вменяли Какое То Наказание То есть Даже Административ Даже Какой-то Штраф То есть Они Божьи Одуванчики Вторая Категория Политических Заключенных Они Сложнее По ним Нужен Первую Очередь Политический Мотив Здесь Мы Рассматриваем Этот вопрос Широко Действительно В этом Деле Просматривается Политический Мотив Но Нам Теперь Нужно Просмотреть Вот Эти Критерии Все Четыре Которые У нас Есть А Чтобы Просмотреть Вот Эти Все Критерии Нам Нужно Четко Понимать В чем Их Обвиняют Без Этого Мы Не Можем Понять Мы Не Можем Лишение Свободы В нарушении Права Нас Праведливого Судебного Разбирательства Уже Должен Суд Ити Должны Не Дать Свидетелей Что-то Придумать Сфальсифицировать Второй Пункт Фальсифицированные Доказательства Нам Нужно Точно Знать Что Там Есть Фальсифицированные Доказательства Третий Пункт Продолжительность Или Условия Содержания Например Непроварциональные Например В ожидании Суда Их держат Там Уже Год Это Явно Непонятно Почему Их Там Держат Что Мешает Начать Суд С точки Зрения Международного Права Суд Должен Начаться В течение Года Если Человека Держат Больше Чем Год Значит Оснований Для его Ареста Не Было Четвертый Аспект То есть Было Ли Это Избирательное Правосудие Совершил Ли Он Что То есть Нам Нужно Смотреть Именно Суть В чем Его Обвиняют Если Они Все Таки Совершали Что Там Незаконно Тогда Нам Нужно Самим Разбираться На Какой Приговор Ждать Уже Приговор Фактически Потому Что Мы Только После Приговора Можем Сказать Потому Что Вдруг Его Оправдает То есть Мы Тоже Можем Не Знать На Сам Деле Но С Другой Стороны Вот Это Вот Вопрос Когда Человек На Предварительном Заключении До Момента Приговора Он Всегда Очень Сложный Для Оценки Потому Очевидно Что За Такое Вообще Даже Задерживать Нельзя Поэтому Здесь Мы Сразу Признаем Политическим Заключенным А Если Это Сложное Уголовное Дело Нам Нужно Разобраться В чем Суть Обвинения Какие Факты Какие Доказательства Что Там Придумано Что Не Придумано Тогда После Этого Мы Только Даже Вот Сейчас По Крымским Делам Когда Идут Тотальные Арест Людей Там На следующий День Этих Людей Политически Заключенных В каждом Деле Мы Пробуем Достать В чем Их Все-таки Обвиняют Может Они Там Действительно Придумали Какой-то Заговор Или Что-то Хотели Сделать Что-то У них Там Нашли Реально Ли У них Что-то Нашли Или У них Действительно Там Кроме Визитки Яроша Ничего Не Был То И Тогда Мы Признаем Политически Заключенных Но Тогда Политики На Высоком Уровне Они Слушают То Что Мы Говорим Потому Что Они Знают Что Мы Не Просто Так Их Признаем Политически Заключенные У нас Для Этого Есть Весомые Факты И Основания И Когда Идет Диалог Тет А Тет Потом Этих Политиков На Высоком Уровне Им Выдвигают А те Говорят У нас Нет Политически Заключенные А Те Им Говорят Ну А Смотрите А вот Это А вот Эти Факты По Этому Делу А вот Эти Факты Ну Смотрите Это же Очевидно И Другой Стороне Очень Сложно Сказать Что Это Что Это Все В рамках Внутреннего Разбирательства Внутренние Дела Это Обычная Уголовщина Или Что То Такое Поэтому Именно В каждом Деле Нужно Очень Я вам Просто Рассказал Как Работают Вот Эти Критерии Почему Важно Сразу Разобраться Если На первый Взгляд Не Видно Что Они Ничего Незаконного Реализовали Просто Свои Права Ничего Незаконного Нет Например Как Здесь Говорили За Участие В Незарегистрированной Организации Это Сразу Понятно Это Сразу Статья Которая Априори Дает Нам Первую Категорию Вот Вот Именно Потому Что Они Уже Поняли Что Так Нельзя Они Идут В Обход Но Нам Нужно Чтобы Держать Свою Позицию Аргументированной Нам Нужны Тоже Аргументы Мы Не Можем Просто На Основании Того Что Недемократический Режим Арестовал Человека Объявлять Его Политическим Заключенным Потому Что К Сожалению Есть Люди Которые Совершают Тоже Незаконные Действия И Государство Не может Не реагировать И Просто Игнорировать Незаконные Действия Человека Только Потому Что Он Политик Например Оппозиционный Политик Также Есть Случа На самом деле На постсоветском Пространстве Неоднократные Когда Ведущие Оппозиционные Люди Или Известные Общественные Активисты Они Совершали Незаконные Действия Они Этим Даже Иногда Злоупотребляют Разные Ситуации Бывают И нам Нужно В этом Случае Нам Нужно Разобраться На Как С какой Целью Они Действовали Что Они Хотели Вообще Делать Были Они Такие Что Здесь Придумано Что Нет Тогда Мы Можем Аргументированно Выступать И Тогда Мы Можем Лучше Высказаться Позже Чем Сказать Глупость Раньше Это Наше Наше Такое Даже Даже На Сегодняшний Момент Нам Нужны Факты Если У нас Фактов Нет Мы Не Можем Так Сказать Беспорядков Которые Готовили Их Не Было Раз Не Завершили Ну Давайте Про юридичный Анализ Как бы Вельми Тяжко Сказать По Некаких Причинах Потому Что На самом Речь Один Их Твол До Информации Это Адвокаты Адвокаты Подписка Неразголошений Мы Отповедно Не Можем Больше Менше Видать Ситуации Как Либо Официйный Следующий Орган Вышли Публично Нареште Дали Нормальную Информацию По Справе И Сказали Мы Тут Всех Обвиноват В 287 Артикуле Нам Не Подобалось В Тем Что Они Разом Ездили Стрелять Разом Сбирали Зброю По Выпадку Нападу Неколь Обороняться Хотя Зброя Была Из-за Бороны Нам Просто Не Подобалось Это Может Быть Были Некие Подставы Казать Что Просто Не Подобалось И Просто Тому Переследуют В ситуации Которая Зараз Мы Не Можем Принять Решение Оле Я Хочу Звернуть Увагу Что Одразу После Затремания Людей Первый Неколь Ден Правооборонежная Супольность Выступила Заявой Где Мы Подозраем Что Там Есть Политичный Мотив Для Переследу И Такая Заява Публично Была И То Что Мы Будем У нас Нема Причин Для Этого На Сегодняшний День Еще Добавлю Просто Вот Есть Какой-то Перечень Политических Заключенных В вашем Уме Можно Начинать От Нельсона Манделлы Это Известные Такие Личности Которые Действительно Боролись За свои Права И Мы С другой Стороны Мы Пробуем Как бы Просто Так В этот Момент Признать В один Ряд Поставить Вот Этих Людей Просто Потому Что Нам Так Кажется Мы Считаем Что Это Безосновательно И Это Немножко Легкомысленно То есть Мы Будем Говорить О Политических Мотивах Власти Да Это Может Быть Но Признавать Их Политическими Заключенными Это Более Это Практически Самый Высокий Уровень Того Что Мы Требуем То есть От Государства И Чтобы Сказать Вот Этот Вердикт Мы Можем Требовать Например Представление Информации О деле Что Не Может Быть Засекречено Как В деле Жемчужного Было На самом деле Не Может Быть Даже По Закрытому Уголовному Делу Приговор Должен Быть Открытым Не Может Быть Как В Советское Время Засекреченные Приговоры Что Это За Нонсенс Есть Гласность Судебного Производства Как Конституционный Принцип Государственная Тайна Она Должна Из этого Приговора Быть Исключена Но Суть Приговора Должна Быть Понятна Обществу А То Что Происходит В Стране Это Не Всегда Приемлемо К сожалению И Вот Мы Будем Вот Эти Требования Можно Выдвигать И Нужно Выдвигать Но Признавать Человека Только На основании Этого Политически Заключен Это Не Совсем Правильно Нужны Более Серьезные Аргументы И Довод Ну И Плюс Мы Газали Про Право На Оборону Что Были Проблемы И Что Нам Люди Не Могли По Мерой Коррестаться До Помогой Адвокату И Так Сам Уже Пронечно Свечить Или Это Еще Не Подстава Там Для Принциповых Заключений Спасибо У меня Вопрос В целом К весне Никитенко Виктор Блогер Как Вы И Он Их Сместил С Должности Посадил В тюрьму Ну В частности Мэр Гомеля Бывший Которого Посадили За Некоторые Там Дела Связанные С Квартирами Продаж Квартирами И Его Посадили Где-то Там Держали В тюрьме В общем Как Вы Относитесь Не Только К чужую Еще Как Вы Относитесь Таким Скажем Делам Которые Внутри Самой Системы Происходят Политически Мотивирован Ведь Тиран Когда Смещает Своего Подчиненного Не понравилось Ему Что-то Он Его В тюрьму Посадил А может Вообще Убить Там Как К примеру Юрия Захаренко И прочих Прочих Которых Мы знаем Как Вы Мониторите Эти Дела С Внутри Системными Разборками Спасибо Ну Я как раз Приклась Юрия Захаренко Про то Что Он В некий Момент С Мы можем Казать Что Он Мог Реализовывать Некие Правы Завязан На Свободу Исход И Свободу Меркования Завязывался Громадской Дейностью И Именно За Это Его Переследовали И Было Конкретное Помство Мы На Момент Не Можем Займаться Всеми Криминальными Справами В Державе И Мы Займаемся Справами Публично Резонанс Завязан Именно С Чим Займались Какие правы Конкретные Реализации Каких Правов Займались Чиновники Тяжко Вызначить Нажали Сферу Мы Не Можем Хопить И Не Можем Комментовать Справы Может быть Тех Кто Займается Реализацией Своих Правов В Розной Форме Бывают Бывают Розные Люди На самом Реализации В Якой Ситуации Становятся Под Пераследом Это Розно Розно Бывает Нельзя Сказать Что Это Розно Просто Мы Физично Не Можем Займаться Всеми Справами На Кольки Знам На Пытань Там Было Пытань У Вяческим Ждаю Узгадать Так Звана Справа Антифашистов Ну Вядома Про Что Мог Празумулять Коли Видовошна Там Были Некий Гвалтов Недзенег Супраться Соба Это Все Пошел Зразумел Это Певный Критерий Я Можем Выключ На Певном Этапе Человека З Признание Его Лизневольным Олег Тягом Судового Поседжения Высветляется Что Потерпелых Как бы Таковых Не Снуе Что Суд Берет На Себе Такое Право Признавать Потерпелого Потерпелым Коли Сам Потерпел Отмавляется Своих Исковых По Трабованию От Некого Скажем Ну Пашкожи Некого Нанесли И Тем Больше Тягом Судового Поседжения Высветляется Ну Непосредный Такой Видовошный Тиск Силовиков На Удельников Процесса На Сведок Коли Там Шматлики Парушения Высветляют Судцягом Гатого Всего И У Концы Мы Маем Выник Такие Цим Рашальные Велизарные Выраки Вось Там Десяти Годзе Пришим Пришим Там Так само Фигуруя Той Самый Факт Неких Незарегистрованных Супольностей Удела Керавниства Ими Что Заявляется С боку Башины Державы Неким Ацегашальным Моментом Что Перешкажая Скажем Тут Больше Пильно Разобрать Дадзиную Справу Конкретно Зновки Паутру Справа Антифашистов Справа Фанатов МТЗ Вось Па второму Другому Гэтому Критеру Полезный Олег Мне Хацел Комментарь Пагатому Дякую Я Тады Пасправую Отказать Я Просто Трошки Сочыла За Гэтой Справой Во-первых Нюансы Гэтой Справы В тем Что Ёс Ситуация Калі Людзі Не Здязняли Волтованых Дянях А їх Обвинувачиваюся В том Что Ёс Сдесняли Тут же Ситуация Такая Что Все Виноватши Признають Что Они Уденюшили Волтованых Дянях Тобак Они Кажут Мы Били Наносили Удары И тут Вельми Тяжко Обвести Сказать Что Не Все Не Так Потерпелых Претензий Няма Значит Не Было Голтованых Дяня Тобак За организацию Коя Ставила Пере собой Волтованые Мэты И тут Было Велми Цикаво Конечно Доведаться У чим Непосредно Гэтых Людей Виноватши В элемент Вчастую 193 Потому Что Наприклад Юридично Розница Памеж 193 И 287 В котором Пасправе Белого Легиона Зараз Виноватши Там Не Принципово Токи В тем Что В другим Выпадку Повинны Ведать Все Принципово Зброи У Инших Людей У Дельников В принципе Под Закон Об Зброи Подходит Навод Недоперцовые Баллоны Я думаю Что Хлопцы Так Сам Ведали Что Один Одного Кого Есть Некие Ножи Или Баллоны Но Это Не Про То Что Нажаль Частка Процесса По Справе Антифашистов Была В закрытом Режиме И У Тем Лику Мы Неведом В полном Объеме Яким Чынам Даказывали Трактовали Именно Это Артыкл 193 На Сегодня Эта Информация Все Закрыта Потому Что Ты Адвокаты Под Подписка Неразголошивания И Мы Чекаем Акшима Стекали Публично Напрыглад В апелляционном Парадку Будем Акшима Пачуть У Чым Конкретно Обвинувач В частности 193 И Может Про Эту Участку Мы Можем Казать Что Она Бесподставна Бесподставна Великий Термин Души Неделья Воловика Например Альбой Можем Поглядеть По Нижнему Пункту Про То Что Их Выбороч Именно Этых Людей Проследовали Альбой Ввиде Непропорционно За Некие Особные Речи Про Этых Пунктах Мы Можем Проанализовать Но Кали Будет Сал Вся Информация На Сегодня Все Информации Нажали Няма И Присуд Никто Представить Не Можем Хотел Запытать Тубок Факт Здесь Негалотованных Неких Дзеню Ну Принципе Уже Отразу Выключают Человека С Признанием Неким Не Глядясь На То Что По Школе Никому Нанесено Не Было Что Штраф Некую Там Ну Все Так А Лучше Там Было Казал Что Губас Выкликал Губас Нам Допомогает Тобок Это Все Ровно Не Робит Неких Неких Можем Сти Разглядеть Дзевать По Этому Критерию Ну Там Есть Одного Человека Там Есть Что Он Разбил Шкло А Ле Там Другий Эпизод Заглотованных Денью И Как Человек Не Прызнал И Как Доказов Я Мокшимости Представления Их Али Как Б Это Справа Правда Вельми Складанная Она Как Раз Там С Друглежные Критерии Вельми Тяжко Отповидать Али Автоматично Признать Политвязь На Сегодняшний День Мы Не Можем Под Другие Категоры Итоки Калибудут Весь Объем Материал И Будет Экспертное Заключение Нажали Так Можем Ждать Повтора С Делом Апатриотов То же самое Что Сделали С Закрытым Закрытым Дебное Заседание Что Усложнит Признание Политического Ну Как Там По Справе Антифашистов Закрыта Была Частка Процесса Мы Чули То Что Наказали И Чули Шимены Признают Свою Вину Шимены Вину Свою Не Признают И Там Было Трошки Простей Закрыть Минимальные Высновы А Кали Напрыглад Пасправе Так Званых Патриотов Весь Процесс Талком Закрыть То Каче До Все У нас Будет Значально Больше Нагодов Признать Этых Людей Переследован Политичных Мотивах Потому Что Будет Видово Что Хват Ну С момента Апелляционного Разгляда Справа Зачем Становится Уже Публичная И Можно Будет Знайомиться Присудничать Тобок Яше Не Призначили Разгляд Минским Коротским Суде Мы Чекаем На Дату Еще Пытань Все Пытань Нема Цудовно Дякую Великие Вам За Удел Дякую За Цекавые Пытань Запрашаем Завтра Вас На Другую Лекцию По Теме Принципы Про Оборончай Дейности С Валентином Стефановичем И Так само Можете Брать Наши Визитовочки Недя У нас Там Была Паперка Кали Вам Цекаво Больше Давец Парламонтерскую Службу Можем Присладать Вам Мейлы Где У нас Планшет Есть Да Можете Звертаться Давался И Чекаем Вас На Наших Мероприемств Дякую За Мероприем